МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире 1-го городского специального проекта происшествия. Здравствуйте! Страшная авария 4-го ноября на улице Бочарова, спире мотоциклиста. По словам очевидцев, водитель ДЭО проехал на красный свет и сбил байкера. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Милиции виновного до сих пор не установили. Ведется следствие. А на Николаевской дороге водителю пришлось выпрыгивать из машины на ходу. Его БМВ загорелся во время движения. Уже в неуправляемом состоянии автомобиль скатился с дороги и врезался в столб. Происходящее заметил проезжавший мимо полицейский патруль. Стражи порядка вызвали пожарных и обеспечили безопасное движение для других автомобилей. Обошлось без пострадавших, но иномарка восстановлению не подлежит. Спасатели нашли тела еще двух погибших пассажиров катера «Иволга». Первый труп обнаружили в районе железнодорожного моста неподалеку от места крушения. 49-летний мужчина жил во Ведеопольском районе и чистился пропавшим без вести. Второе тело прибило к берегу на территории порта Бугас. Напомню, катер «Иволга» затонул в затоке 17 октября. По последним данным погибло 19 человек. 22 пассажирам удалось спастись. Естественно, что судно было перегружено в несколько раз. Сейчас оно под арестом, а его капитан заключен под стражу. В Кабинете министров пообещали выплатить семьям погибших по 150 тысяч гривен. Областная прокуратура открыла три уголовных производства в отношении чиновников мэрии. Их обвиняют в растратах, злоупотреблении в служебном положении и служебной халатности. 30 октября правоохранители сообщили подозрение в злоупотреблении служебным положением еще одному крупному чиновнику – начальнику городского управления дорожного хозяйства Андрею Шмагаю. По данным прокуратуры, он зависел стоимость ремонта канализации. Прокуратура будет отстоювать принциповую позицию, тобто мы будем орієнтувати суд на взяття під варту підозрюваних. Неможливо порівнювати і співставляти роботу з якимись політичними мотивами. Це одна послідовна робота прокуратури в рамках того, як розслідується проведення по мірі того органа внутрішніх склад прав, а прокуратура здійснює процесуальне керівництво, в рамках цього проводится досудово розслідування і певні слідчі дії. Це і обшуки, це і повідомлення про підозру. Тобто якогось політичного окрасу тут немає, це послідовна принципова робота. Самой мэрії діла называють політичними. По словам городського голови, обиски начались сразу после містних выборов. В Горсеті вже подготовили письмо в Генеральну прокуратуру. Заходить з обисками в наші предприятия і займати документальність, яка не має ніякого відношення к ведущому чи відкритому делу производства, к уголовному производству. Якщо хтось нарушив, буде відповідати по закону. Але огульно оскорбляти одеситів, огульно оскорбляти ціле направлення жизнедеятельності, я нікому не позволюю. Мілиція задержала телефонно таріста, який 4-5 ноября анонимно сообщила минированню в Одесі трех торгових центров, житовокзала і мэриї. Все наводки казали сложными, мій мій просто розвігався. В квартирі 39-летнього одесіта милиціонера нашли нескільки мобільних телефонів і сим-карт. Задержанному грозить до трех лет тюрьмы. Ранію він був судим за хранення наркотиків. Со слов подозреваємого указанні звонки с сообщением о заминированні він совершав ради развлечення. Подозреваємому сообщено о подозрении в совершенні преступлений по статте 259 Уголовного кодекса України. Це заведомо ложне сообщення об угрозі безпасності граждан, уничтоження чи повреждення об'єкта в собственності. Кроме того, милиція задержала телефонно терорістів, які нескільки рази сложено сообщали о заминированні банка і Приморського районного суда Одесской області. Вони можуть пройти за решеткою до шести лет. Трасса Здоров'я – одно з самих небезопасних мест в Одесі. Вечером здесь нет освіщення. Единственні фонари горят на Алджероне. Несколько. Единні возле Отрады. І ще пара – на Чикаловському пляжі. Патруліровання тож нет. Единственный опорний пункт Мелісті знаходиться також на Алджероне. В результаті ми є многочисленні случаи ограблений і нападений. Екатерину ограбили во время вечерней пробежки. Внезапно на ненабросився мужчина с палкой в руках. Нападавшого не остановило то, что девушка была с двумя подругами. Повалил на пол, кричал «отдай телефон», старался его сдереть. Телефон был на руке, в сумочке небольшой. І, получается, я уже, ну, думаю, уже отдам, потому что неизвестно, что у него еще кроме той палки есть. Может быть, еще какие-то парни там. Ну, очень страшно, очень темно. Людей на трассе здоров'я стало меньше не только из-за похолодания. Все чаще одесситы предпочитают заниматься спортом в парте Шевченко или на Приморском бульваре. Там светлее и безопаснее. Некоторые бегуны объединились, просят восстановить освещение и патрулирование на склонах. Чтобы был комфорт и чтобы было где опять-таки бегать. Вот. Мы решили, ну, как-то немножко активизироваться. Написали такое обращение в нашу мэрию и собираем сейчас подписи. На данный момент это уже более 100 подписей. Люди реагируют очень активно. Правозащитники уверены, в первую очередь надо обращаться не к чиновникам, а в полицию. Именно правоохранители должны обеспечить порядок на склонах. Я уверен, что тут вопрос даже не столько в наличии освещения, а в суммарном росте криминогенной ситуации в регионе. В данном случае необходим просто стабильный полицейский патруль на трассе здоровья, потому что все-таки это место, где проводит время очень много одесситов, и там нет стабильного патрулирования. Оно там просто необходимо. В полиции говорят, пеший патруль контролировал склоны во время курортного сезона. В остальное время года сразу же порядка проезжают по трассе здоровья на автомобиле. Несколько раз в день. Они обязаны заезжать, контролировать и смотреть за обстановкой на трассе здоровья. Сейчас, конечно, там меньше людей, поэтому не так часто туда заезжают. Однако после полученных информаций, вот в данный момент, сейчас мы с вами пообщались, поэтому акцент мы сделаем снова, для того, чтобы более чаще контролировать ситуацию. Чиновники утверждают, освещение трассе здоровья возобновляют до конца года. Несколько месяцев назад коммунальщики начали прокладку коммуникаций. Сейчас проводится тендер для закупки новых столбов. В скором времени здесь поставят новые фонари. На взятки попалась руководитель областной экологической инспекции. Чиновница требовала у представителя одного из предприятий 15 тысяч гривен. За эти деньги она обещала закрыть глаза на нарушение норм природоохранного законодательства. Взятку перечислили на счет одной из киевских страховых компаний. Сотрудники СБУ установили, чиновники экоинспекции систематически использовали эту схему. Маскувалися под цирийно-правовий договір страхування. І нібито особа посадово просто рекомендувала. Однак все ж таки, і це є зафіксовано відповідними слідчими діями, все ж таки особа вказувала суму. Особа вказувала на те, що в разі не перерахування вказаної суми в суб'єктах господарювання будуть виникати проблеми, буде укладено негативний акт перевірки за всіми витікаючими обставинами. На Молдаванке сгорел частний дом. В здании были деревянные перекрытия, которые быстро уничтожили огонь. Во время тушения пожара в помещении взорвался газовый баллон. Чудом обошлось без пострадавших. Работу пожарных усложнило отсутствие подъезда к дому. В итоге спасателям пришлось локализовать пожар и не дать огню разгореться на соседние здания. Слышим стук, соседи сверху начали стучать, кричать, что мы выбежали. Вижу, с чердака дым валит, пламя уже. Здесь внутри уже все горело. Житель Одесской области вырастил в шкафу 2 кг марихуаны. Семена купил в интернете, там же нашел инструкцию по уходу. Наркотики были рассосованы по сортам в пакеты. Милиции молодой человек заявил, что продавать наркотик не планировал. Собирался все употребить самостоятельно. В результате обыска правоохранители нашли также у задержанного два пистолета и патроны. Теперь ему светит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Никаких набросок ни с кем не было, просто в интернете прочел, посмотрел как, ну и поэтапно собрал по интернету. Собрали вот это оборудование, правильно? Как оно называется, правильно? Шкаф этот? Да. Группбокс, если правильно. Вы смотрели проект «Происшествиям Первым городском». Будьте осторожны на прибежках и не выращивайте марихуановым шкафу. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова